Дорогие друзья, уважаемые зрители, рада вас приветствовать на канале Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Сегодня посмотрим, принял ли он по вам какое-либо решение, его действия, и стоит ли вам ждать, пока он примет это решение, и стоит ли ждать этого человека на ближайшее время, стоит ли ждать поступков от него, ну или так, знаете, что делать вам в это время. Может быть так нам покажут. Будет три варианта, это экспресс-метод, у нас пройдет таро-терапия, поэтому настройтесь, каждый на свой вариант, можете загадать все три варианта на разных мужчин. Будет у нас золотое таро, колода Ленорман и также таро Дюрера. Пожалуйста, выбирайте, или можете первый, второй, третий вариант. Ну что, приступаем. Расслабьтесь, устроитесь поудобнее. Будем смотреть сейчас мужчину, что происходит. Итак, этот мужчина склонен к критическому типу мышления, склонен к составлению неких планов. Хорошо подумать нужно, да? Воздушная стихия, то, что лежит вот прямо в основе основ, да, мысли его, это обязательно логика, обязательно нужно хорошенько всё обдумать, обязательно нужно включать голову, как говорится, да, прежде чем что-то решать. Мужчина не склонен к различного рода провокациям, также чтобы, допустим, вас специально спровоцировать, чтобы поругаться и не принять из-за этого решение. Нет, достаточно миролюбивый человек. Не будет он спорить и не будет доказывать свою правоту. Его слово не должно быть последним. То есть здесь не сам факт, чтобы победить, одержать победу в некоем споре. Для этого человека важна трезвость ума, трезвость суждений, чистая, светлая, ясная голова, чтобы понимать, что, зачем и как. Проблема здесь вот в чём. На данный момент этот мужчина не может принять решение, так как, прежде всего, он не чувствует основы, он не видит дальнейших перспектив. То есть он хорошо всё обдумал. Пришёл к некоему выводу, что он мало что понимает чётко и ясно. Очень много непонятного, даже каких-то страхов. Что два короля Жезловой и Пентаклевой, и оба перевёрнутые. То есть решительные действия свои, хорошо обдумав и обмозговав, не может он не видеть перспектив. Во-первых, он не уверен сам в себе, в своих эмоциях, он немножко запутался. И далее, он не готов дать стабильность. И как вообще может быть в представлении человека понятие о стабильности? То есть это деньги, это кровь, дом, куда можно привезти, где можно создать семью и вообще, что он может что-то дать. Вот сейчас, на данный момент, он не принимает решения, потому что он не чувствует в себе силы, он не чувствует, что может вам дать то, чего вы достойны на самом деле. Или зарплата слишком мала, или не та, на которую можно сейчас с вами создавать серьёзный союз или какие-либо действия. Если вы в статусе любовников, и вы думаете, какие действия будут потом, он сомневается, стоит ли ему вообще продолжать отношения в таком духе, потому что страсть его понемножку угасает, и он чувствует, что он лишается стабильности. У него почва уходит из-под ног, он запутался. Стоит ли ждать его решения в ближайшее время? Не стоит. Вы можете, конечно, немножечко расхарахориться, расхрабриться, раздухариться и сказать, давай-ка, милая, выйди-ка на честный бой. Да? А что мы видим? На честный бой выходить он не будет. Козни строить тоже, скорее всего, не будет. Он просто спрячется по аркану луна, сам в себя, и вы вообще не поймёте, что он хочет, или вообще что-то из него вытащить будет очень тяжело и сложно. Ну-ка, если его не ждёте, прям прямым текстом. Знаете, что вот если вы его не ждёте, то его просто не ждите. Здесь нет доверия. Вот или прежнего доверия нет с вашей стороны, или вы просто плохо знаете этого человека. На самом деле вы могли думать, что вы очень хорошо его знаете, но сейчас у вас постепенно, потихоньку, возможно, уже чувства или эмоции остывают. Вы уже больше злитесь, нежели думаете, что это ваша вторая половинка, или человек, которому можно целиком и полностью доверять. Ну и ещё третий аркан сюда для вас возьмём. И семёрка пентаклей перевёрнутая. Смотрите, как хорошо друг друга арканы дополняют. Шестёрка и семёрка вышла следом. Но здесь оно означает как раз избавление от иллюзий. Вы тоже встали на путь критического мышления, начали сопоставлять, что что-то не то, что-то не так, и потихонечку спускаться с небес на землю. Вы эмоционируете больше. Желание поругаться или что-то выяснить в вас присутствует. Обида, скорее всего, также есть. Но вы нескорый на расправу. Может быть, вы пошумите, пошумите, обидитесь, потом сами простите. Ну и, скорее всего, давайте старший аркан нам покажет. Нет, нет. Здесь прямо показывают, что ждать, ожидать не стоит. Но, дорогие, кто бы вам что ни сказал, решение принимать вам при любом раскладе, так сказать, да, ожидать не ожидать, делать выбор вам. Вы можете ещё тратить время. Ну, вдруг, конечно, что-то переменится. Но, опять же, мы не даём никаких надежд. Ни пустых, ни обнадёживающих. Вот информация идёт, такова, какова она есть. А вы уже, пожалуйста, принимайте решение сами. Спасибо вам, что были со мной. Я надеюсь, что вы ставите лайки, подписывайтесь на мой канал. Кто желает обратиться индивидуально, пожалуйста, смотрите информацию под видео. Второй вариант – это колода Ленорман. Посмотрим мужчину. Его действия. Знаете, здесь идёт задержка информации, письма, задержка общения, как будто бы, знаете, возможно, вы ждёте долго вестей, возможно, вы очень долго ждёте решения от этого человека. Здесь мужчина не может сразу выйти на связь, либо всё от и до распланировать, принять решение. Но постепенно ситуация может измениться. Во-первых, сеча очень долго запрягает, он очень долго раскрывается. Ему ещё есть что скрывать на самом деле. В частности, движение к вам может случиться быстро, но на интимной почве. То есть у него, если будет к вам жаркий интерес, то тогда его поступки, его действия или вопрос. Что же он решил по поводу вас? Добиться вашей взаимности. Да, имея некие секреты, не всё вам рассказывая, не раскрывая перед вами все карты. Человек хитроватый, изворотливый. Конечно, он может быть в этой хитрости полезным, но полезным в первую очередь сам для себя. Мужчина может быть очень хороший добытчик, но, знаете, свой шанс он не упустит. И, в принципе, этот человек идёт налегке. Придёт вас, заболтает, забалагурит. Может быть, даже ещё и денежкой порадует, какими-то подарочками. Это тоже может быть. Но решение он примет быстро. А что потом, неизвестно. Он может, знаете, как спустить на тормозах и сказать, всё, милая, больше я тебе ничего не обещал. Но у кого-то проиграется позитивно, несмотря на некие качества этого человека, которые связаны. Вижу свой интерес ближе всего, чем интерес другого человека. Может обернуться для вас какой-то приятностью всё-таки. То есть особо какого-то злого умысла, особо какого-то злого, пренебрежительного отношения к вам здесь, конечно же, нет. Его решение связано с его желанием напрямую. Вот об этом нужно помнить. То есть пока мужчина страстен, пока он горит к вам, он будет совершать ради вас некие поступки. Но мы не видим здесь, что всерьёз, допустим. Мы не видим здесь кольца, опять же. Но здесь хороший момент. Из тёмной полосы с этим мужчиной вы выйдете в полосу светлую. То есть всё, что было неясно, оно прояснится. Здесь хорошая тенденция, во всяком случае, имеется. Человек этот может быть очень подвижный, мастеровой, хороший, добытчик, шустрый, малый такой. Давайте посмотрим теперь, стоит ли вам ждать его действий. Может быть, чем-то другим заняться, расслабиться, как говорится. Если у вас не складывается встреча, вы на расстоянии не можете встретиться, сложились некие форс-мажорные обстоятельства. Но в ближайшее время вас это может подстегнуть и дать вам новый подъём, какой-то толчок в этой ситуации. Возможно, какими путями ещё можно решить эту проблему. Если мужчина будет как-то обходными путями это решать, вы можете напрямую что-то делать, как-то помочь ситуации. Здесь вы идёте по пути наименьшего сопротивления. То есть в любом случае все коллизии, которые происходят на пути к вашему счастью совместному, или вот это общение с этим мужчиной. Не столько даже, сколько вы зависите от принятия его решения, какого-либо в пользу вас, сколько в любом случае вы проходите некие уроки и проходите их достаточно хорошо. Даже если всё против вас. Ещё можно сказать, что вы стойкий такой человечек. Любое событие вы можете рассматривать как препятствие, которое можно преодолеть. Не то, когда нужно отстраниться и ничего не делать или уйти в уныние, в апатию. В любом случае, наоборот, для вас это как новая задача, которую можно, вот эту задачку можно решить. Кто-то из вас может даже уйти в работу или в своё занятие. Понимаете, что сейчас не можете прыгнуть выше головы, да? И начинаете что-то делать, то, что доступно сейчас, то, что вас переключит как-то, да? Но положительная тенденция есть. Сейчас просто почивать на лаврах в вашем вопросе не удастся. И тем не менее, в своём доме вы можете, вот если вы найдёте мир с самой собой, может быть, вам нужно было уехать к этому человеку, да? Вот здесь вот дорога, она пока откладывается, но вам есть чем заняться. И всё зависит от ваших конкретных решений с этим человеком. Есть ещё ситуации, да? Есть те обстоятельства, которые заставляют человека подстраиваться, так или иначе, находить мир и гармонию. Пока, конечно, вам будет скучно и одиноко по отдельности. Возможно, кто-то уже не ждёт особого принятия решения. У вас здесь идёт хороший позитивный переход, вообще уход от ситуации. Возможно, вы её просто отложили на потом. Подумаю об этом позже. Сказать, что в этой ситуации и вообще в целом вы боец. И вы как ученик, который переходит от подмастерья к мастеру, да, вы всегда извлекаете что-то нужное, важное, что-то полезное из уроков, которые вам предоставляет жизнь, судьба, да. То, что касается отношений. Всё равно вы находите здесь какое-то зерно, какой-то импульс для того, чтобы вам развиваться, а не стоять на месте. Здесь очень хорошее качество ваше открываются. Ну, вот так вторые варианты. Я надеюсь, что вам было интересно, полезно. Те, кто желает обратиться индивидуально, пожалуйста, читайте информацию под видео, пишите, обращайтесь. Третий вариант. Смотрим, принял ли мужчина какое-либо решение или будет он что-то делать в отношении вас. Смотрим на ближайшее время. Я забегу сразу немножко вперёд и скажу, что этот мужчина вас любит. Скорее всего, вы не можете быть счастливы в статусе мужа и жены. Здесь есть некие проблемы. И, скорее всего, у вас могло всё начаться, когда вы просто встретились не для брака, скажем так. Может быть, каждый из вас имеет свои отношения уже с другим человеком. Но, возможно, сейчас на данный момент уже никто ничего не ждёт. Вы устали ждать. Вы не надеетесь на то, что с этим мужчиной можно построить серьёзные отношения. Но скажу так, если мужчина не женат, он проявит себя. И по иерофанту всё-таки это замужество. И человек серьёзно настроен. Здесь вы удивитесь, но человек должен очень хорошенько и основательно в вас влюбиться. То есть здесь идёт прям привязка эмоциональная. То есть если сначала могли просто дружить, встречаться, не задумываясь о том, что же будет между вами, как-то налегке, да, здесь показывают по ушу, то, что вообще, кстати, это может быть новый какой-то опыт. Совершенно другие отношения, не похожие ни на что. Вы могли вообще как в омут с головой броситься, да. Потом мы видим ситуацию, когда из радости привело к некой апатии, к унынию. И всё, вроде как никаких действий нет, нет никаких возможностей развития дальнейшего общения. Или вот тут любовная лодка разбивается в реальную действительность. Или же накал страстей был настолько сильным, да, что есть некий сбой, и знаете, как шарик сдувается, да, постепенно. Очень много эмоций. Возможно, здесь были даже какие-то ультиматумы выставлены. Решение, скорее всего, опять же, я повторюсь, если человек женатый, то тогда у вас всё так и останется вот в таком положении. Скорее всего, здесь отношения любовников. Так и будут. Даже если мужчина вас очень сильно полюбит. Если мужчина не женат, в этом случае у вас есть те шансы, что он примет решение, причём очень серьёзно, по любви, это будет предложение о замужестве. Давайте посмотрим, вообще вам стоит ждать какое-то время ещё, да. На ближайшее время посмотрим, стоит ли ждать решение, да, принятие решения от этого человека. Вы уже знаете, да, женат он, не женат, но всё равно можете посмотреть, как у вас резонирует. Во-первых, здесь переживать и тратить энергию попусту не стоит. Мы видим, что у вас показано разочарование. У вас энергия уходит. Это через отрицательные эмоции, через негативные эмоции происходит ваше. Ситуация у вас 10 на 50. Что воля, что не воля. Жди, не жди. И что мы получим? Что вы получите? Вы знаете, вот из ссоры или из состояния, когда у вас негатив, какая-то нестабильность или ссора, всё равно вы постепенно выйдете из этого положения. Ждать вам особо или не ждать? Неважно. Здесь, скорее всего, вы выйдете на какое-то время. Из ожидания, да, вы пойдёте своим путём. Возможно, кто-то из вас пойдёт на поиски нового счастья. Даже если этот человек вас любит, говорит вам о своей любви, вас что-то сейчас не устраивает. Возможно, в ближайшее время вы всё-таки выйдете из этих отношений сами. Сами примите такое решение. Особенно если вы находитесь в роли любовников, в статусе любовников. Если смотрят девушки на своего мужа, возможно, вы решили с ним расстаться и ждёте, чтобы он принял какое-то решение. То этот мужчина любит вас, дорогие. И ему это решение принять очень сложно. Всё равно первый шаг сделаете вы. Но, скорее всего, на уход. Пока в вашем сердце вот здесь нет особой радости, да, и терпеть что-то дальше вы не намерены. Но так вас показывают, девочки. Как уж у вас на самом деле, пишите в комментариях, срезонировала или нет. Это достаточно краткий экспресс-просмотр, но его достаточно для коррекции вашего состояния на ближайшее время. Опять же, в позитивном ключе. То есть немножечко без сладости, без карамельки, да, просмотрели, что происходит. Довольно-таки критично. По-хорошему, правильное принятие информации и то, что вы сделаете сами для себя, некие выводы, приведёт вас к хорошему результату. Так называемая таротерапия у нас происходит. Поэтому всем, дорогие, взаимности. Спасибо, что были со мной. Те, кто желает обратиться индивидуально, пишите, пожалуйста, информацию под видео. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok